Заметка в телеграм канале Евгения Сатановского. Потом пошел Вал. То Урган, то Гребенщиков, то Камеди Клаб. Ну там ребята честные, им в принципе все равно на кого гадить. Теперь итальянская тема. Дача у него вещь на озере Камо. Наверное хочет гражданство их получить. И фильм не тот снял про Муссолини. Давно правда снял, но заказ недавно поступил. Выкопали фильм, при том, что фильм хорош. Там правда голова нужна с ушами, чтобы услышать, что говорят, и мозгами, чтобы это осознать. Но у критически настроенной публики это редкость. Опять же, ляпнул ведущий вечерней программы конкурирующего канала в рамках присущей ему этической парадигмы про Соловьиный помет с присущей ему всегда неизменной оптимистичной улыбкой, написавшего в хозяйские тапки Бассета. То ли померещилось ему, что это смешно, то ли в рамках... То ли в рамках конкурентной борьбы каналов, то ли просто устал дурь скрывать. Но трудно же ежедневно пытаться быть веселым и непринужденным столько лет. И тролли со всего интернета радостно подняли этот слоган на щит. До сих пор успокоиться не могут. Что интересно, почему их именно Соловьев так бесит? Но свергнуть Путина он не призывает и поддерживать компанию на эту тему, которая в СМИ в интернете бушует, как цунами в отстойнике на свиноферме, явно не готов. Хотя правительство периодически жестоко прикладывает. Революции и уличных выступлений ради самих выступлений, которые должны привести к власти людей, именующих себя оппозицией, не поддерживает. Да и видит ее насквозь, чего не скрывает. Но до того активная компания аж пена на уздечках. Да и не только, в отношении него лично. Вечный стон массы знакомых и незнакомых. Как можно с ним дружить? Подразумевается, что если тебе про это сказали, так ты сразу и раздружишься. Ага, два раза туда и обратно. Или, как сказал с надрывом журналист популярного издания, здоровенный, неопрятно стареющий, лысо-кудрявый детина в грязной обуви, на фотографиях к своим колонкам в газете, похожей на юного Херувима во время интервью. Разве вас не заботит ваша репутация? И страшно удивился, узнав, что не заботит. Тем более в тех кругах, в которых он привык существовать. Вернувшись к теме, констатирую, если все маргиналы и фрики, по понятным причинам, не считая себя таковыми, вкупе с тонкими натурами революционной направленности, против Соловьева, значит, он делает то, что им не нравится. И слава Богу, не дай Господь начали бы хвалить. Так что идут они туда, куда покойная Раневская посылала пионеров, пристававших к ней с макулатурой, в жопу. Самое правильное место, или, как говорят евреи, учитывая моду на здоровый образ жизни, «Кешмир ин тухэс» и «Зайн мир гезунд» Евгений Сатановский В телеграм-канале